В минувшие выходные в Каспийске, недалеко от двора по улице Омарова, 11, пострадал 10-летний мальчик от разъяренных бродячих собак. По словам матери пострадавшего, в результате этого ребенок получил серьезные травмы. Диагноз медицинского заключения – укушенная рана голени. Ребенок перенес уже одну операцию. На данный момент ему предстоит реабилитация и ежедневные перевязки. Родители мальчика обратились к участковому, подав заявление по факту нападения собаки. В связи с этим происшествием наша съемочная группа обратилась в МБУ «Зеленый город», для того, чтобы узнать, какие меры предпринимаются на данный момент по отлову бродячих собак. Меры не сегодня начали предприниматься, и не вчера, и не позавчера. Мы с января месяца активно ведем отлов данных собак. У нас договор субподряда с МУП, питомцем Махачкалы. По договору субподряда они занимаются отловом. Мы накапливаем заявки, мы им передаем заявки, они приезжают уже по адресам, отлавливают. Мы эту работу активно уже ведем с января месяца, с этого года. В этом году на отлов бродячих собак было выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей. Процесс проходит следующим образом. Первый этап – стерилизация, после – чипирование. Далее животных отпускают на волю. Данный процесс не всегда проходит успешно, из-за проблем, вызванных со стороны горожан. Большие сложности возникают с людьми. Очень часто и исполнители наши жалуются, что чинят препятствия, ругаются, мешают работе, жалобы на них пишут, на телефон снимают. Хотя ничего криминального не делают, это работа, которая должна проводиться в городе. Нельзя такое количество голов собак, чтобы гуляла по городу. Но, к сожалению, определенная категория граждан считает, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах этих собачек нельзя. Позиция одна. Вот вы их пугаете, они поэтому их кусают. Да не пугает их никто, они на прохожих нападают, когда ставим. Большая ошибка горожан, по мнению директора МБУ «Зеленый город» Магомеда Богомаева, это подкорм агрессивных собак, которые даже после отлова возвращаются на место прикорма. Многие не понимают всю серьезность данной ситуации, пока не столкнутся с ней лично. По статистике, приведенный ЦГБ Каспийска, за последние 9 месяцев текущего года от укусов собак пострадало 143 человека. Мы решили узнать мнение каспийчан, что думают они по этому поводу и какие меры нужно предпринять для того, чтобы снизить число пострадавших. Вижу, женщины кормят бродячих собак, агрессивные причем. Я спрашиваю, зачем? Ну, там такая агрессия полилась, вам какое дело, кто за ними будет ухаживать? Я говорю, они же агрессивные, вы их разводите, вы их кормите, ну, какие-то меры надо принимать. Но я считаю, что от агрессивных надо избавляться, потому что случаев много, бывает на детей нападают. Мне кажется, вопрос стерилизации у нас здесь не будет эффективен, потому что их очень много. А вы сталкивались с агрессивными собаками сами? Да, конечно, мы живем в районе между Хизроева и Ленина, на аллее весной. Там было очень много бродячих собак и щенков, и вот прям младшеклашки утром они не могли идти в школу. Точно они не должны гулять по улицам, по дворам, в таких количествах, в каких они гуляют сейчас. Несколько случаев было, когда они кидались на детей, поэтому в данный момент, будучи матерью, я против вообще именно вот уличных собак. За текущий год в Каспийске было стерилизовано около 250 собак. Этот вопрос находится на контроле администрации города. Отлов и чипирование проходят согласно заявкам и графику.